Ситуация с коронавирусом. За последние сутки в Забайкальском крае выявлено и лабораторно подтверждено 230 случаев COVID-19 в городе Читсе и 14 районах края. На прошедшей неделе на 18 территориях отмечалось снижение заболеваемости, на трех стабилизация, на 11 рост. Районами Забайкальского края, где наблюдается высокая заболеваемость, стали Болейский, Борзинский, Нерчинский, Сретинский, Дульдургинский, Агинский, Могойтуйский, Анонский, Чернышевский и Шилкинский районы. Ковидные койки в Чите заняты на 80%. Тем не менее, принято решение начать очное обучение детей. Учебный процесс школьники и студенты средних специальных учебных заведений начнут 11, 12 и 13 января. Во время работы заведений один-два раза в неделю будет проводиться дезинфекция помещений. В эти дни дети будут учиться дистанционно. Говоря о школах, необходимо сказать и об их строительстве и реконструкции. В 2021 году планируется построить и капитально отремонтировать школы в селе Макзон, Балига, Новая Чара, а также два детских сада в Чите и в Новой Чаре. Мы почему-то поставили опять там ноябрь, декабрь и так далее. Прошу еще раз проинвентаризировать, чтобы мы на совещаниях к этому вопросу не возвращались, а уже как-то с открытым забралом и с широко открытыми глазами, так скажем, по этим объектам дальше с вами смотрели и строили уже правильные планы, правильные графики. Единственное, школа 1100, но это известный проблемный объект, причины тоже совершенно понятны. В 2021 году мы догоним и школа должна быть введена в эксплуатацию. Что касается дорог, в крае к ремонту и строительству запланировано 255 километров, в частности 44 километра в Читинской агломерации. Еще раз напомню, что у нас есть дефицитность по дорожному фонду порядка полутора миллиардов рублей, для того, чтобы мы могли выполнить все наши запланированные мероприятия. В целом на дороге предусмотрено около 8,2 миллиарда рублей. На здравоохранение федерация также выделила колоссальные средства. Что нас ждет в 2021 году? Серьезный объем бюджетных ассигнований, 701 миллион по национальному проекту здравоохранения и национальному проекту «Демография» за Министерством здравоохранения закреплено на 2021 год, 63% уже законтрактовано. По планам ЦЕР на 2021 год 901 миллион рублей, 504 миллиона уже законтрактовано, это 55,6%. На национальный проект «Демография» заложено 3 миллиарда 397 миллионов рублей. Большая часть из них – это выплаты за рождение детей первого и третьего, а также единоразовую выплату на второго. Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет в этом году составит 7 тысяч 99 рублей. Выплаты за январь должны поступить на счета забайкальцев до 10 февраля. Также на уровне страны будут происходить изменения в сфере оплаты труда работников в бюджетной сфере и, в частности, медиков. Нам нужно действовать в этой части тоже, ну, уже, как говорят, не по хвостам, а превентивно. Нужно максимум сейчас поработать с Минздравом, ну, в данном случае, да, максимум получить информацию о планируемых подходах к системе оплаты труда, чтобы мы смогли сейчас, как говорят, превентивно подстроить или начать перестраивать свою систему. Пока в правительстве строят планы, сети-менеджер Читы докладывает о существующей обстановке. И, по его словам, в целом все хорошо. Оперативная обстановка по городу в целом неплохо. Все службы отработали вовремя и срок. Аварийные ситуации, которые создавались, были устранены. С теплом были все дома. Конечно, параметры где-то менялись. Отрабатывали, то есть, каждую точечно, либо квартиру, либо дом. Выезжали все оперативные службы, поэтому проблем здесь не составляло. Пришлось отключить несколько домов. Но там задержка была на 4 и не более часов, поэтому без отопления погодные условия позволяли. То есть, минусовая температура позволяла устранять аварии за более чем 4 часа. Напомним, что в 2021 году в период новогодних каникул в Забайкальском крае произошло 7 происшествий в сфере ЖКХ. Из них 5 в Чите. Зампред правительства Андрей Гурулев заявил, что это наводит на размышления о том, что что-то правительство в прошлом году делало не так. Тамара Ванфуллі, Николай Шунков, ЗАПТВ.